Это как снова надевать кроссовки, из которых вырос. Скорей бы в колледж. Работать начну, куплю настоящую форму кетчера, или хотя бы перчатку получше. Бери сразу биту. Быстрее окупится, потому что работать тебя возьмут разве что вышибалый в бар. Всем привет! Вы на канале Диофплей, и сегодня мы будем начинать проходить демку розового шума. Я ее увидел только сегодня, хотя по сути она вышла еще неделю назад. Ну, увидел я ее только сегодня, ну вот так вот. А мне то, что я увидел в самом начале, после того, как я нажал новая игра, очень сильно зашло, и по атмосфере она мне напомнила Oxenfree. Возможно, надо будет пройти, перепройти первую Oxenfree, а потом пройти и вторую, на которую были субтитры на украинском языке, которые я буду переводить с украинского на русский, и мне в первое в жизни пригодится то, что я в мире размывляю эту доржавную мовую. Но это все будет в будущем. Где-нибудь. Сегодня начинаем демку. Розовый шум, погнали! Действие 1. Мимо тенистых аллей. А если хотите, чтобы видео продолжали выходить, не забывайте подписаться на канал, погнали! Атмосфера тут офигенная. Осень пришла в Ривервуд с холодными ветрами и морской моросью. Туман опутывал узкие улочки, повисал зыбкой пенкой на крышах домов. Путался в кустарниках и вился над полями. Да, кстати, возможно оно еще смахивает и на... Стран... Блять, как оно называется? Странные дела? Странч Синкс, да. Ну просто я не смотрел. Давай тыкайся, чё ты. Мгла и морось как нельзя лучше подходили пригороду, затерявшемуся среди лесов и гор, обветшавшему тихому замерзшему в ожидании зима. К вечеру поселение окутывал вязкий сумрак, а единственными островками жизни посреди Чёрного океана оставались редкие фонерные столбы. Именно в такой холодный и ничем не примечательный вечер четверо подростков шли по старому скверу и что-то оживлённо обсуждали. Первые опавшие листья шуршали под их ногами, а голые ветви, будто плача от того, что потеряли пёстрое одеяние, протяжно и жалобно скрипели на ветру. Одна из девочек прыгнула в пятно жидкого света, подающего от старого фонаря. Не поймали. Она смахнула с куртки лишь одной ей видимой паутинки тени. Да, кстати, оно тут ещё и озвучено. Покосилась на ближайшие заросли, позабывшие, что такое уход, и садовые ножницы. Сегодня без ужина, чудище! Вторая из девочек хмыкнула, глядя на нелепые жесты подруги. Будь, Брайан, таким же ловким, нам не пришлось бы торчать в школе до ночи. Кабинет химии ещё никогда не был таким чистым, как после сегодняшней уборки. Она показала сморщенные от горячей воды пальцы и красные ладони. Я ж не виноват, что миссис Хоупстоун не потрудилась сохранить достаточно зубов, чтобы не шепелявить и плеваться, а внятно объяснить, что бутылку нужно было оставить открытой. Вообще-то объяснила. Но ты положил медицинский спирт не одну таблетку хлора, а три. Ясное дело, что реакция пошла... ...более бурная. Подростковая. Ну и хлопок удался, что надо. У меня до сих пор в левом ухе звенит. Ева, стоя в пятне света, кивнула. Это было первое замечание, которое она получила за время учёбы в младшей и средней школе. Конечно, будь в этом виноват не Брайан, она бы расстроилась сильнее, но... Ладно, ладно. Он поднял руки в примирительном жесте. В следующий раз, когда снова будем работать в команде, я вас не подведу. Положу две таблетки хлора. Они прошли мимо череды домов, не похожих друг на друга настолько, насколько это вообще было возможно в пригороде. Старые, скособоченные, увитые плечом жилища мерцали в полумраке оранжевыми окнами. Казалось, даже свет здесь постарел и уже не мог разогнать жиреющие темень. Строения, мимо которых шли друзья, словно соревновались в запустении. А люди, что жили здесь, через одного могли бы считаться городскими сумасшедшими. Например, седой Боун оставлял возле порога лачуги ржавую косу, на которой опирался вместо костыля добрых два десятка лет. Заброшенный дуплекс на другой стороне дороги вовсе хранил следы старого пожара. А это игрушки котов, господи! Сорняки заполонили двор, Вью напутал стены. Окна были заколочены досками. Это место и днём выглядело паршиво, поэтому ребята держались от него подальше. О, дом миссис Харвиц. Угрюмая старуха связала ещё одну грушеподобную кошку и выставила на террасу, пополнив ряды своей уродливой армия. Зато армия её охраняет от всяких нежелательных гостей. Чисто теоретически это работает. Точно. Ты же заходила к ней на чай. Малыш что, не извинился? Брат Ева однажды без спроса утащил одну из кушек и принёс домой. Ни мама, ни папа не обратили на это внимание. Пришлось на правах старшей сестры объяснять, что нехорошо брать чужие вещи. Извинялась я, а миссис Харвиц не сказала ни слова. Только холодно смотрела на нас и громко сопела. И так перепугала бедолагу Тони, что он потом не мог уснуть полночи. Ты это хотела, чтобы она вообще не дышала? Ты же так печёшься о брате. Растишь, наверное, настоящего рыцаря. С чего вдруг он решил спереть кошку? Он же совсем мелкий. Понравилось, вот и взял. Не стоило рассказывать подруге, что Тони собирался подарить кошку Еве. Знал, что сестра больше всего на свете хочет завести домашнее животное. И решил порадовать её хотя бы матерчатым питомцем. От мыслей о наивной доброте брата Ева улыбнулась. Они прошли мимо веренады, веранда миссис Харвиц, разглядывая неказистых кукол. В сумерках силуэты кошек смотрелись жутковато. Они без сумерек. Смотрится жутковато. Немножечко так. Особенно вот этот кошкодемон, у которого глаз выпал. Бля. А перламутровые пуговицы, изображающие их глаза, ловили отблески света. Если однажды тронусь умом, обязательно прикуплю себе домишко рядом со сквером. Соседи тут как на подбор. Да уж, терпеть не могу эту улицу. Она будто потерялась во времени. Пойдём лучше через площадь. Ветер дул здесь ещё сильнее, а в воздухе пахло сырыми досками и гниющим мусором. Брайан поправил сполз... сползший с плеча рюкзак, в котором помимо книг лежала форма бейсбольной команды. Придвинулся поближе к Эшли и проговорил. Как же надоела эта дурацкая школа. Учителя, домашние задания, контрольные. Но учебный год только начался. Именно поэтому учиться хочется ещё меньше. Нет ничего хуже первых месяцев после лета. Он перескочил через лужи и подал руку Эшли. Это как снова надевать кроссовки, из которых вырос. Поскорей бы в колледж. Работать начну. Куплю настоящую форму кетчера. Или хотя бы перчатку получше. Та взрослась тоже то ещё дерьмо. После пятничной тренировки у него до сих пор болели ладони. Инвентарь, который выдавали в школьной команде, оставлял желать лучшего. Бери сразу биту. Быстрее окупиться, потому что работать тебя возьмут разве что вышибалый в бар. А то умеешь поддержать. Эшли усмехнулась с его наивностью. Брайан совершенно не понимал, в каком сложном мире живёт. Папа говорит, что достойную работу, как у него, без хорошего образования не найти. Всякий раз, говоря нечто, по её мнению, важное или нервничея. Элих... Эшли хваталась за кулончик, изображающий зодиакального льва. И в колледже тоже придётся учиться. Этот мир слишком жесток. Да. Болезни, голод, школа. А мне школа нравится. Видно. Майкл попытался хоть как-то вписаться в разговор. Всё это время он плёлся позади остальных ребят и с опаской поглядывал на припаркованные возле домов пикапы, будто они могли укусить. Отстал он, потому что на передних сиденьях одного из старых Фордов увидел две фигуры. Женскую и мужскую. Я чё-то как-то не вижу. А, теперь вижу. Их головы были повёрнуты в сторону Майкла, и он готов был поклясться, и едва слышно шептали. В этот миг над крыльцом одного из домов вспыхнул свет, разогнавший сумбрак. Оба сиденья оказались пустынью. Лишь на ручку возле пассажирского места кто-то прицепил вешалку с анеформой местного мукомольного завода. Майкл смахнул испарину с олба и прислушался к тому, что говорят друзья. Конечно. С твоими оценками, Майки, мне тоже нравилась бы школа. Вот-вот. Поспешно согласившись с Эшли, Брайан сжал её ладонь. Может тоже очки надеть? Вдруг через них домашние задания не будут казаться такими скучными. Будут. Они прошли мимо разросшегося неухоженного полисадника из семьи Мордак. И оказались на улице с залитой розово-голубым светом магазинных вывесок. Зря ворчите. Всего три года в школе осталось. А потом представьте, совсем другая жизнь начнётся. Мы и общаться может перестанем. Если дружба настоящая, даже расстояние не станет помехой. Папа с друзьями из других штатов каждый день созванивается. Она хотела добавить, что разговаривают они в основном о бизнесе и нередко спорят. Ссорятся, но решила, что ребятам об этом знать не обязательно. Ну, чтобы нас разлучить, Эшли, нужно что-то покруче пары кукурузных полей и границ штатов. Да при чём тут папа Эшли, ваша любовь и кукурузные поля? Посмотрите, что вокруг происходит. Ева остановилась и указала в сторону бултыхающихся во мраке домов. А у нас здесь вообще происходит хоть что-то? Кажется, за последние годы самой громкой новостью был пьяный Джим, заехавший на тракторе во враг. Ну как же? Взрослая жизнь – настоящее испытание. Люди вырастают, потом начинают жалеть, что время так быстро ушло, опять хотят в школьные годы. Она ненадолго замолчала, подбирая нужные слова. Это как вернуться в сказку, которую не ценил раньше. Это красивые слова, не больше. А посади взрослых обратно за учебники, так на следующий день взводят. Не помню сказок, где нужно было читать стихи Уолта Уитмена. А ты, Майкл? Хм, я тоже. Я даже не знаю, кто это! Друзья переходили от одного магазина к другому, разглядывая мерцающие вывески. Вблизи они уже не казались яркими и весёлыми. Скорее, утомительными, ненужными, даже неуместными посреди ветшающего пригорода. Пойдём по домам? Отец сегодня на дежурстве. Но если решит перекусить дома, меня не будет. Брайан черканул себя по шее двумя пальцами и вывалил язык. Эшли рассмеялась и толкнула его в плечо. Однако, шедший позади всех, Майкл вдруг остановился и посмотрел на единственную вывеску, которая сверкала так же ярко и весело, как в день появления. Зал игровых автоматов открыт. В такое время там, наверное, почти никого нет. Можно поиграть в стритфайтер. Тихий и спокойный, он будто преобразился. Глаза за толстыми стёклами старых очков заблестели азартом. Точно, никаких надоедливых подсказчиков, мелюзгей, придурков из старших классов. Парни прильнули к пыльному стеклу с таким восторженным видом, будто увидели за ним своих кумиров. Девчонки лишь раздражённо фыркнули. Кто-то, кажется, собирался бежать домой, чтобы не отхватить пару затрещин от папочки. Одно другому не мешает. Готов рискнуть. Шанс получить по башке от отца есть всегда. А вот покидать Хадукины и не стоять в чёртовой очереди к игровому автомату... Немного им нужно для счастья, да? Боже, да не бухте ты там! Эшли покосилась на подругу. Пусть поиграют. А вы, к слову, слышали легенду об игровом автомате, который появляется в залах сам по себе? Эшли закатила глаза. Фантазии Евы всегда имели мало общего с действительностью. Ты начинаешь играть и не можешь остановиться. Ту игру невозможно пройти. Но ты пробуешь снова и снова, забыв про еду и туалет. Снова и снова, не вспоминая о родителях и друзьях. Снова и снова, пока... То есть, короче, это любая затягивающая игра? Ха! Ты мне когда-то в Гешнюш восемь часов подряд играл? Ну, я там много лутал. Да. Не лучший опыт, конечно. Пока у тебя не закончатся карманные деньги на завтраки. И всю оставшуюся неделю ты сидишь на уроках голодным и злым из-за своей тупости. Майкл отлеп от стекла и поправил перекосившиеся очки. Ну, этот автомат не так страшен, если у тебя и так нет карманных денег. Войдём? Господи, они смотрят на нас, как собаки на миску с кормом. Да, лет через десять все ещё будут продолжать смотреть таким взглядом, только интересы уже будут другие. Эшли повелительно взмахнула рукой. Нам страшновато одним идти домой по такой темени. Но, если выиграете сотню билетов, приз выберем мы с Евой. Действие два. Самое время для игр. В просторном помещении балладушно сильно пахло горячим пластиком и едкими ягодными ароматизаторами. Мммм... Запах бездарно потраченного времени. Да иди-то в жопу. Эйки-ди-кей. Хе-хе. Бэк ту-за эллиэн. Ну, прикольно сделали. Нет, в школе пахнет по-другому. Сэмплы из заставок и звуки демопрохождения создавали жуткую какафонию. Неудивительно, что кассир, скучавший за пластиковой стойкой, отгородился от шума сальными амбраш... Ам... Блядь. Амбуш... Амбушюрами наушников. Кроме работника зала, никого внутри больше не было. Зато хватало мусора вроде мятых стаканов из-под газировки и оберток от шоколадных батончиков. До закрытия оставалось полчаса, и в такое время местные дети могли здесь торчать, разве что во время летних каникул. Зал был уставлен разнообразными игровыми автоматами, на вывесках которых интригующе светились названия игр. На экранах, то и дело мелькали нарезки, изнорочат они удачных попыток пройти какой-нибудь уровень. Мальчишки принялись искать самую интересную и желанную игру. Донки-кон... Г. А, боже, это мне надо выбрать, во что я хочу поиграть! Так, а чё это ещё за две игры, я в душе не бубу. Ладно, давай это. Галага. Некогда одна из популярнейших игр. Теперь за ветеранский автомат садятся лишь, когда остальные заняты. Да и чапара совсем безумных нердов в 2-3 раза в месяц пытается побить рекорд какой-то крысы Лилия. Впрочем, безуспешно. В смысле? Ну? Стрит-файтер, Рюк и Кен Мастерс застыли на вывеске, готовые начистить друг другу морда. Лучшие из игр, которые я когда-либо видел здешний зал. Пол вокруг автомата до блеска отполирован кроссовками школьников всех возрастов. А, я даже их повторно выбрать не могу. Донки-конг. А там-то-ки-конг? Там-кон... Конц... Концлагерь. Золотая аркадная классика. Древний замученный игровой автомат. Вывеска еле мерцает, а одна из кнопок треснула. Вот он! Кто? А-а-а! Парни подбежали к игровому автомату. На экран была прилеплена картонка с чудовищной по своей жестокости надписью. Временно не работает, нет, кассир починить не может. Боже, почему ты так несправедлив? А-а-а, какой у задротов бог? Вот это мартышка с бочонком в лапах? Вот как её сейчас засрут, узнаем уже в следующий раз. А на этом сегодня заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!